В китайском городе Тайбэй с 19 по 31 августа проходит 29-я всемирнолетняя универсиада. Собственно, 19 числа было открытие, а сегодня после первого дня узнаем медальный зачет и расписание. От России, напомню, приехало 348 спортсменов. В воскресенье сборная России взяла 7 медалей, среди которых одна золотая, которую добыли Роман Измайлов и Никита Шлейхер в синхронных прыжках в воду с 10-метровой высоты. Также в копилке россиян одно серебро его выиграла женская сборная России по плаванию в эстафете 4 по 100 кролем. А вот мужская команда в аналогичной дисциплине принесла бронзу. Еще три бронзовые медали завоевали российские дзюдоисты Александра Бабинцева, Нияс Белалов и Антон Брачев. И пятая бронза на счету мужской сборной по спортивной гимнастике. Нужно сказать о том, что сборная России по футболу обыграла сборную Бразилии 3-2 в группе С и в следующем матче встретится с Италией. В неофициальном общекомандном зачете Россия занимает 5-е место 10 очков. Очки сборной начисляются по следующему принципу. Золото 3 очка, серебро 2 очка и бронза соответственно 1. На первой строчке идет сборная КНДР, завоевавшая 3 золотые и 2 серебряные медали. В итоге 13 очков. Вторая сборная Япония также 3 золота, серебро и бронза 12 очков. Третье место занимает еще одна азиатская команда. Это Южная Корея, собравшая всех медалей по 2, также 12 очков. США занимает 4-е место, Украина 6-е. В первую десятку также вошли Италия, Мексика, Польша и Венгрия. Расписание универсиада на вашем экране. Во второй день 21 августа будут разыграны медали в следующих видах спорта. Дзюдо, плавание, прыжки в воду, роллер-спорт, спортивная гимнастика, тхэквондо, тяжелая атлетика и фехтование. Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и конечно же подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно.